Девушки отдыхают... Небольшой перерывчик на работе. Итак, мои хорошие, я напоминаю, что у нас случилось повышение. И в итоге сегодня мы такие раскрасивые пришли на работу в новой форме. Наконец-то это свершилось. Господин, да. Нет, конечно, они пристают на цель конкретно прокачиваться. Но как-то все-таки такому вампиру претит немного бегать в низком ранге, в низших рангах, да? Ну, в общем, мои хорошенькие, я вас рада встретить в 10-й серии моего кровавого наследия, челленджа. Я напоминаю, что это у нас с вами династия на данный момент, первое поколение. И мы тут все пыкаемся, мыгнемся, пытаемся найти отпрысков. Ну, а кто обещал, что в конце концов будет легко, правда, мои хорошие? Поэтому ищем, может быть, и найдем. Мы продолжаем с вами играть, и сейчас мы находимся, конечно же, на работе. Мы закончили предыдущую серию, как раз-таки было 12 часов ночи, вот. Ну, и пока отценив в конце, можно было понять, что драг с доком пошли потом повеселиться в кафешечке, все дела, поговорить, трам-пам-пам. Ну, и учитывая, что никто не отменял рабочий день, вообще-то, даже если вы пили вечером с доком, никто не отменял рабочий день. И сегодня мы, как огурчики, пришли на работу. Ха-ха-ха, мои хорошие, не ожидали, честно говоря, меня здесь услышать, да, в самом начале серии. Ну что ж, пупсы, мы с вами отыграем рабочий день и посмотрим, что же дальше произойдет в конце концов. Ну что ж, пупсы, вы вообще по мне скучали? Я вообще понять не могу, что вот этот вот стоит. Че-то вот он вот ошивается. Мужик, до ресепшена тебе сложно, да, дойти? А, ну пошли, короче. А я думаю, у меня Рингеда Сим глюкнул. Вообще, если честно, с последними обновлениями я вообще очень начинаю сипетительно относиться к тому поводу, что когда в Симсе появляется новый контент, и когда вообще какие-то обновления в Симсе появляются. Потому что, блин, я уже устала проверять все эти моды. И все остальное вообще с этим связано. Потому что, если честно, тут дело даже не в модах. Если моды крашатся, понятное дело, хорошо, это пользовательский контент и прочее, прочее, прочее. Но самое вот обидное, конечно, это когда сам геймплей, все это на геймплей отражается. Ну, надеемся, что сейчас мы более-менее проведем все нормально. Слушай, мужик, у тебя вообще-то логика как бы прокачена. Может быть, это как-то нам должно как-то отразиться на работе в конце-то концов? Это что такое? Обсудить танцевальные навыки? Класс. Поставить диагноз болезни? Больше тестов и исследований. Слушай, мужик, просто взгляни на него и скажи, что у него болит. Ведь, по сути, ты вампир, ты его видишь фактически изнутри. Так, я напоминаю, что сейчас мы на данный момент восьмого уровня. А, я думала, он там один остался теперь. И, если честно, это даже немножко непривычно, но я... Не, он реально завис. Мужик, может, я тебя резетну? Мужик, дай я тебя резетну. Вот хоп, и прикинь, да? Прикинь? Жизнь должна быть проще после этого. Вот почему мы его выгнали, если... В общем, это одному богу известно. Отпредить рентгенограмм. Уши больного смотрим. А, подождите, там было написано, что можно уже... Можно диагноз поставить. Блин, а? Где-то у меня была бумажка. Куда ты пошел? Как раз смотрю без книги. Он понял, что он уже не интересен, как пациент. Такой, в общем, я валю. Мой хороший, мы сейчас с тобой, на данный момент, дипломированы, медбраты. Это шестой уровень. Уже не преследует цели, как-то, знаете, его прокачивать, но... О-о-о. Так, я бы... Знаешь, вот... Это реально смешно выглядит, честно говоря. Поставить диагноз пациента. Самочувствие. Пускай, может, она... Я не вижу, где тут... Где диагноз? У нас все равно три варианта так остались. Мы хорошие. Глаза проверяем. Нам для повышения нужно вот это сделать. О, четенько. Глаза больного. Более-менее... Куда ты пошел? Понятно. Поставила, короче, вот эту черту. В итоге, чувствую, он будет бегать. Все, короче, убираю черты эти с участка общественного, потому что у нас тут, в конце концов, не развлекалово. Итак, проверить температуру... Нет, я, конечно, понимаю, что это книжный червь, но... Я без суть, мой хороший. Итак, и последнее у нас 30 тела. Все просто вот. Господи, я не... Куда ты пошел? Я же обалдел. С Женей в желудке. У меня уже Женя, понимаешь? Они же... Вау. Оу. Как опасно. Вызов надо. Кто-то позвонил в больницу. Окей, окей, подождите, можно я, пожалуйста, его... Слушайте, а ведь правильно, я, по-моему, так, даже с моим Лос-Плэн на работу, по-моему, даже еще не отправлялась. Это дебиль, конечно, но да, я не отправлялась еще. Давай поставим диаг... Давай уже поставим диагноз. Узнать самочувствие после этого. Мне надоело. Мы пойдем на дом. Отправиться на дом. И по-быстрому это сделаем. Че, че? Все? Нет, у него до сих пор с Женей. Я не могу. У меня с Женей на самой начинается. В общем, почапали. Почапали с тобой. Вызов. Хотя, не знаю, это странно. Мы вроде как медбратья. Вызов. Если как фельдшера. Окей. Печет. Печет. Тяжело, господи. Можно... Вообще-то вы что, меня убить решили? Можно как-то их позвать? Во-во-во-во. Во, нормально, нормально. Этот первый пациент бежит. А это че, не пациент, что ли? Не поняла. Мужик, эм... А че ты тут делаешь тогда? Ладно, короче, вот она к нам идет осмотреть пациента. Давай не на улицу это сделаем, пожалуйста. Нет, вообще, конечно, это извращение, конечно, для несчастного. Вообще, самая настоящая пытка. Для нашего пупса... Для нашего пупса дать лекарство. На вызов отправляться днем. Это сильно, конечно. Давай, это... Это лекарство самой панацеи. Ото всех болячек. Это, конечно, странно, но Мортимер здесь тоже есть. Мужик, иди сюда. Я не буду тебе... Вон он, третий мужик. А че ты без штанов? Понятно. Вы уверены, что вы того доктора вызвали? Ну ладно, в конце концов. Вздох, видых, вздох. Она что, сама с собой разговаривает? Серьезно? Эй, подожди, а куда ты пошел? Дай я тебе лекарство-то сунул. Слушайте, подождите. Так он еще инопланетянин, что ли? У него прям такая аура. Какая-то зеленая. Жить какая. Вы уверены, что на инопланетянина действует человеческое зелье? Лекарство. Ну ладно. Кажется, вот, честно говоря, вот этот же... Я так понимаю, вот этот мужик живет в этом доме. А мы просто... А вот эти просто приперлись к нему. Видимо, у него тут пункт. Как травматический какой-то, блин, я не вон. Ладно. Живот болит? У вас у всех тут живот болит? Притоны, травились тут все разом. Превосходно, вы вылечили всех пациентов, так держать. Пора возвращаться. Ой, с удовольствием. Возвращаемся. Быстрее, быстрее. Че-то встал, мы горим. Ой. Да. За ним нужен глаз да глаз. Ну что, где этот Мортимер? Я че-то не поняла. Я лечила тут Мортимер. Понятно. То есть, получается, я лечила Мортимера здесь, да? Прокачивала, прокачивала, прокачивала его. А в итоге что получается? Я отправилась на этот участок, вылечила быстро Мортимера. Одним зелья вареньем. И все, да. Блин, вы что, и прикалываетесь, что ли, надо мной. Ой, блин. Давай, короче, вот это вот сомнительная, сомнительная реакция. Реакция. Сомнительная. Простите уйти. А мне вот это нравится. А валите вы все. Ладно, ладно. Я уж не такая противная. Ну, пойдем. Да, да, да. Че так? Кстати, а почему вот у этой диагноза нет как-то странно? Или он так прям на нее посмотрел и понял? Веселые действия? Нет, подожди. Ну, ладно. Окей. Давай рентгеносим. Рентгенограмму. Тут это на беговой дорожке. И зато сделаем... А, правильно. В принципе, так и нужно нам все это безобразие. И тогда потом возьмем у нее мазок. Заболеваний нет. Заболеваний нет. Да что это все такое-то, а? Так, а ты что тут... О, санитар пришел. Ну, приветики. Приветики. Только, пожалуйста, без тут... Блин, а ну вот что у меня? О, три уже. А было пять. Куда ты пошла? Нет, ну куда ты пошла? Тебе че проси... Курица. Удивные глаза. Эй. Подожди. Температуру уши. Уши ты потом проверять будешь. Тест на беговой дорожке. Почапали. Я не понимаю. У нас целый день сегодня коту под хвост, что ли? Ты. Уником. Мы будем лечить, в конце концов, или нет? Рассматривать это все. Ну, ладно. Благо, у нас вот такая штука есть. Или придется остаться допоздна и посмотреть, что в итоге будет? Что в итоге будет? Нет, я чувствую, короче, можно сегодня даже не пытаться. У нас сегодня расслаблен день. После повышения, видимо, так расслабился. Но зато мы такие красивые. С вами у нас новая форма. Мне аж глаз радуется. Как бы новая форма. О, боже мой! Ты хотя бы извинился перед ней, вообще-то. Или бы... Господи, вы издеваетесь над старушкой несчастной. И зерк. Ой, блин. Мои хорошие, давай все-таки... Ну, че у нас... Есть шанс более-менее какого-то диагноза? Идти сюда. Есть? Показали наличие возможности. Ну, как бы... Вот это самое дебильное, когда я вижу. Лучистые глаза! Да, пожалуйста, пожалуйста, плиссс. Ставим ей лучистые глаза, делаем укол, там, я не знаю, операцию. И все, выписываем нашу красавицу. Красавицу Нэнси, которая прям, кажется, выше нас раз в два. Веселое действие, пакости, где-где-где, лечить пациента. А, дай лекарство, окей. Я думаю, пересенку какую-нибудь делать будем. Это прикольно, в конце концов. Мей. Ты уже не молода, че поделаешь, да? Приходится таблеточки пить. Это я вечно молода, в смысле он, да? Он вечно молодой, вечно пьяный. Но вообще, в этом плане, серьезно... О, все, класс. Класс, класс, класс. Давайте мужика теперь возьмем. Лечить пациента. А на глаз ты не можешь вообще определить сразу, что с ним? Вообще, я так понимаю, что... Вот если сделать сразу рентгеносим и дорожку, как-то они быстро лечатся, нет? Может, даже вот это действие не выполняете, я смотрю. Давай просто попробуй вылечить. У тебя принципиально было счесть, да? Так, ладно, все, ускорять я не буду. Кажись, даже симуляция сейчас лагает. Даже... Ну, что ты стоишь? Нет, он до этого... Я загружала, работала, когда все было нормально. Ой, нам бы тяпнуть кого-то. Так невзначай. Тихо, 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 тихо. Я пока ничего такого противоестественного делать тебе не собираюсь. Мы тебя только засунули в эту прекрасную вещь. Сколько уже? Ой, только день, ребят, только день. Нам еще предстоит... Еще шесть часов работать. Нет, меньше пять. Слушай, этот мужик, кажется, завис. Я не понимаю, почему. Смотрите о музыке. Знаете, как можно... Давайте позовем его. Или пофигу. Что-то, кажется, тут все как-то зависли странно. Ну, все как обычно, как говорится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нет-нет-нет-нет, не вздумай этого делать! Не вздумай этого делать. Трам-пам-пам. Итак, отправить тест на беговой дорожке. Пошли. Все, почапали. Нет, когда он успел спереть это, а? Говнюк, а? Говнюк, главнюк, блин. Я не могу просто. Так, давай, нам нужно мужика проверить. Ну, давай-ка. В принципе, на задах все нормально. Просто я, честно говоря, удивлена. Просто что за фигня? Почему стимуляция страдает? И что вот с ним? Я не понимаю, серьезно спросить. Нет, можно, конечно, с ним ради прикола просто поговорить, посмотреть, почему ты завис. Может, ты отвиснешь. Ну, или он просто работает швейцаром в таком случае. Вместо того, чтобы хотя бы сидеть на ресепшене, принимайте вызов. Читать доклады, обновить историю болезни. Ну, у нас тут компов хватает, конечно. Ладно, короче, я не буду тогда ускорять, потому что чувствую, иначе это ускорение просто чревато как раз-таки. Блин, я пытаюсь, я пытаюсь вот как раз-таки вот третью, потому что, если, правда, у нас получится прокачаться, это что, мы своими докторами станем? А может быть. А почему бы нет? Итак, пупцы, нам не удалось прокачаться, ну, в принципе, и не страшно. Мы сейчас с вами не возвращаемся домой, а немножко побудем в нашей больнице, потому что нам нужно заглянуть в сестринскую. И доделать кое-какие документы. Ну что ж, приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА